Как дальше жить русским релакантом, а вот мухом еще никто дома внутри не отделывал. Это для меня просто мечта. Это котлы ламборгини. Яна Слизерин. Короче, чем ближе к богу, тем дороже. Да, тем дороже. Доброго времени суток, дорогие друзья. Сегодня я нахожусь на выставке TUNEXT 2023. Это мероприятие, посвященное недвижимости в Ереване. Мы пришли сюда узнать, сколько стоит купить жилье в этом городе, какие ипотечные программы, какие проекты существуют. Ереван нам очень нравится, он очень динамично развивается. Давайте посмотрим, что предлагают здешние застройщики, узнаем, что сколько стоит и вообще, как дальше жить русским релакантом, смогут ли они приобрести со временем объекты недвижимости в Ереване. Ну что, погнали? Многие из нас привыкли использовать в качестве отделочного материала дерево или камень, а вот мхом еще никто дома внутри не отделывал. Вот это дизайнерское решение из натурального мха, который родом из Норвегии. Его привезла армянская компания и в данный момент использует для отделки в основном бизнес-помещений. В массы пока такая штука не пошла, стоит достаточно дорого. Мне сказали по секрету, что стоимость 300 долларов за квадратный метр. Что же, будем надеяться, Армения разбогатеет как страна в массовом сознании и будет использовать этот материал каждый второй или даже каждый первый армянин. За моей спиной находится комплекс, который начнут возводить только в 2023 году на улице Аршахуняц. Комплекс будет рассчитан более чем на 500 квартир. А как вам хочется жить? В многоэтажном небоскребе? Либо в уютной малоэтажной застройке? Обязательно напишите об этом в комментариях. Сколько будет стоить квартиры в этом комплексе и какого они будут метража, остаются пока загадкой. Но в среднем жилье в Армении начинается от 1800 долларов за квадратный метр. Я все еще здесь, гуляю по выставке недвижимости и узнал для вас историю, которая касается ипотеки в Армении. Итак, для граждан России средняя ставка на ипотеку в Армении достигает 13%. Это, по крайней мере, мне говорят ребята из ID-банка. Средняя история с первоначальным взносом достигает 20%, а бывает даже 30%. И это при условии, если есть зарплатный проект в банке. Вот такие вот достаточно, я бы сказал, жесткие условия. Но ничего страшного. Я думаю, в том числе Teamwise добьется во многом появления более щадящей истории. Ничего не обещаю, но мы попробуем. У нас сегодня несколько проектов представленных. Один из них это авеню 22, находится на улице Доро 22. Это какой район, простите? Канакерзейтун. Это получается от центра сколько минут? 20 минут езды. У нас комплекс 22-этажный и 18-этажный. Первые три этажа это коммерческие будут, а потом уже жилые. Цены комплекса начинаются от 500 тысяч грамм до 650 тысяч грамм. В долларах это у нас плюс-минус сколько? Ну, где-то начиная от 1200 долларов. Слушайте, очень бюджетно, мне кажется. Да, да. Цена будет зависеть от этажности? Да, от этажности. Первый этаж по 9-й этаж будет стоить 500 тысяч грамм. С 10-го по 15-й 550 и выше уже 650. Короче, чем ближе к Богу, тем дороже. Да, тем дороже, да. Что у нас с отоплением вообще? Как вообще дела обстоят? Отопление будет индивидуально. Каждый, как говорится, на что гораздо в этом плане. Слушайте, ну цена позволяет, я считаю, что справедливо. А уже старт продаж открыт на комплекс? Да, да, старт продаж открыт. Я вам скажу, что во время этих трех дней у нас очень много продаж было прямо отсюда. Ну что, это наш десятый дубль о том, как отопить свою квартиру в Армении. Я нашел очень интересный стенд. Это котлы Ламборгини. Ребята продают их от 1200 долларов стартовая модель. А замыкает история, которая стоит 10 тысяч долларов. Как вам такая ценовая политика? Насколько она справедлива? Напишите это обязательно в комментариях. И напишите также, как вы отапливаете свою квартиру либо дом. Потому что этот вопрос очень животрепещущий для Армении. Потому что не везде есть центральное отопление. Люди отапливают и кондиционерами, и обогревателями. И используют различные виды котлов. Напишите, это действительно важный вопрос. Погода в доме капец как важна. Вы мечтаете о квартире или о доме? О доме. Почему? Просто это удобно для меня. Это для меня просто мечта. Я сейчас живу в доме. Вот поэтому просто я о доме. Вы очень консервативно и не хотите от своей мечты отказываться. Если честно, о квартире. О доме. О собственном доме. Ну, я так думаю, это еще лучше. Потому что ни сверху, ни снизу, ни по бокам ближе соседей не будет. Это должен большой быть дом? Или это может быть небольшой? Небольшой. Небольшой. Сколько комнат? Два. Это должен быть дом в черте города? Либо вы готовы ездить из пригорода? Я готов ездить из пригорода. Какой этаж бы вы хотели? Наверное, седьмой, восьмой. Почему? Повыше. В доме, где я родилась, был в восьмом этаже. Поэтому мне так как-то удобно. Справедливая цена за дом вашей мечты? В долларах 100 тысяч долларов. Наверное, 240 тысяч. Я на этот вопрос как-то не могу ответить. Не сможете сформулировать. Вы хотели бы купить все-таки квартиру за наличные, накопить на нее самостоятельно? Или все-таки готовы к ипотеке? Я бы хотела купить наличными. Наличку. Наличку? Да. На кредит не готовы? Не хочу просто. Существует стереотип, что в Армении люди любят роскошь, роскошное золото и так далее. Ну, я действительно с этим сталкивался. Вам это близко? Или вы все-таки хотите более европейский дизайн, минимализм, скандинавия? Вообще я не люблю роскошный интерьер. Но в Армении еще есть такие роскошные, так скажем, стереотипы. Поэтому вы еще видите там места, где там будет роскошное... Да, расписной мангал, как говорится, и золотая медь. Ну, я за минимализм. Минимализм. Вот стиль минимализма, как он вам? Очень близок к всем. Очень близок, да? С какими-то национальными элементами. То есть вы все-таки считаете, что нужно синтезировать европейский стиль и армянский, объединить его во что-то целостное? Да, потому что нужно, чтобы было похоже к нашей природе. То есть вообще не использовать то, что армянское, этого вообще нельзя. Мне очень нравится, когда миксируют какие-то элементы древних церквей с тем, что сейчас модно. Думаю, это идеальный микс. Я перфекционист, я хочу, чтобы все было, все самое необходимое, я так считаю. Топ номер один с точки зрения вещей в доме. Вот что должно быть обязательно? PlayStation 5. Это топ номер два. Холодильник. Большой или маленький? Не большой, я хочу большой, да? Ладно, средний. Ладно, средний, договорились. Как же я устал. Смотрите, какую клевую комнату мы нашли на данном мероприятии. А вы мечтали когда-нибудь о комнате в стиле Патрианы? А на каком факультете в Хогвартс мечтали учиться именно вы? Яна Слизарин. Обязательно поделитесь этим со мной. Ну что, друзья, последний стенд на сегодня. Это премиум комплекс Аману. За метр квадратный вы заплатите 3000 долларов. Минимальная квартира стартует от 75 квадратных метров. Надеюсь, сегодняшнее видео было для вас интересным. Потому что мне невероятно было приятно его снимать. Меня зовут Александр Самохин. Подписывайтесь на наши информационные ресурсы. Ссылочка в описании. Обязательно сделайте это. Будьте с нами. Это был Тим Вайс.